Всем привет! С вами Алис Канабирлаб. Сегодня мы говорим о луканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. В общем-то, мы видим мелкую только активность, не более того. Сейчас давайте посмотрим, что говорят приборы. Приборы говорят, что, смотрите, произошло С7 и 8, да, и после него, в общем-то, не возвращалось больше на уровень Б. Все пошло опять в оранжевую зону, у нас опять солнце активно. Основные группы пятен 32-14 и 32-12, которые вызывают активность. Правда, здесь есть прочерки, то есть людям непонятно, специалистам непонятно, какие это именно активные зоны. С-класс 75%, вероятность М-класс 15%, Х-класс 1%. Но, судя по всему, это связано с приходом, вот здесь на десяти часах группы таких активных зон, по-другому, 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 32-14 так хорошо прорастает. Но 32-12 от нас уже отворачивается, то есть там эффектов-то мало будет. А вот 32-14 недалеко от экватора находится и, в общем-то, вполне активная. И вот, кстати, в восемь часов надо еще просмотреть, потому что, мне кажется, там тоже что-то, возможно, будет. Девять активных зон у нас, в них сорок одно пятно. Ну, вот давайте глянем сейчас в диапазоне другом. Да, вот здесь видно на восьми часах, за горизонтом там есть какая-то активность. Ну и, конечно же, вот эти вот зоны, которые на десяти часах будут интересны. Хотя, обратите внимание, на восьми часах здесь зачатков очень много процессов интересных. Да, то есть, пока еще не сформировались в такие полностью активные зоны, но все равно зачатки уже есть. Вот Егор пишет, видно, картинка светила тогда, не липовая была. Да, вы понимаете, то есть реально в солнечной системе сейчас происходят интересные процессы. Мы о них поговорим чуть позже. Ну, а теперь давайте... Ну, дыр нет на солнце, да. Здесь тоже отлично видно, что на восьми часах что-то нас ждет интересное в предстоящие дни. Ну, а теперь давайте перейдем к геомагнитной обстановке. У нас она достигает уровня четверки. Вот сейчас вернулась опять в салатовую три плюс. Ну, в общем-то, повышенная активность, довольно-таки долгий период. Прогноз пока что на салатовую зону не более того. По вулканам у нас 45 вулканов, при норме 40. Вот вулкан Аллаид исключили, северный курил из списка, то есть он полностью стал неактивным. Вот такие вот сейчас пока новости. Ну, что, переходим к сейсмичности. Так, вот что пишет Егор. Накопили недра энергии по ходу, что же, энергии нужно расходовать эффективно, соответственно, целям. Нетаньяху приветик также доставлен, и это более чем хорошо. Сусо пишет. А, еще семь с половиной. Да, абсолютно верно. То есть вчера, когда производилась запись видео выпуска, то имейте в виду, что это где-то полтора-два часа до его реального выхода уже на ютюбе. И, соответственно, вот это 7,5 мы не осветили, но не разобрали. Ну, в общем-то, что мы говорили, что по характеру автошоков еще будут мощные землетрясения. В общем-то, это было, да, вчера сказано. Так, вот как раз Охотник за грозой в Харьковской области тоже пишет. Турции три толчка было. Первый 7,8, второй 7,8. Вот второй, да, 7,5 опустили его. Он, кстати, произошел практически через восемь с половиной часов после основного толчка. И третий 5,9 баллов. Ну, здесь еще 6,7. Обратите внимание, да, вот 6,0. Такие вот. Еще одна 6,0 получается на глубине 20 километров. Там еще, обратите внимание, что не просто повторные автошоки, еще и расположение их меняется. То есть, там большая зона реально охвачена. И, кроме того, обратите внимание, что происходит. То есть, и в Средине Атлантики у нас землетрясение, и на Курильских островах у нас вот здесь вот 5,3 у севера Курильска 22 километра. Там у Тайваня сообщали. Вот на Гуаме у нас 5,0. Вот здесь вот тоже 5,5 в Индонезии на глубине 57 километров. И еще вот и в Греции, обратите, 4,9 на глубине 10 километров. Да и всего количество магнитудой 4,9, 67 стало за последние 7 дней. При норме 50, то есть, явно уже превышает норму. Ну что, давайте посмотрим, что известно у нас про землетрясения в Турции. Количество погибших уже сейчас 5 тысяч. Но на самом деле, ребята, будем честны и, конечно, проявим соболезнования. Но это будет больше 10 тысяч. Больше 10. Это вот сразу надо, ну, как бы, принять это. Затем как минимум 6 тысяч зданий только в Турцию обрушилось. Плюс, плюс еще там большое количество обрушений со стороны Сирии. Соответственно, эксперты говорят, что магнитуду около 6 будет повторяться несколько дней. Да, и возможно еще крупные землетрясения, допустим, через неделю, неделю, две после этого. И еще, возможно, отсроченные, допустим, через 2-3 месяца. То есть, вот людям, которые там проживают, я понимаю, что это тяжело, тяжелое решение, но им будет гораздо более безопаснее, допустим, если у них есть родственники, куда-то переехать в другие регионы на время. Так, есть хорошая новость. Удалось спасти из-под завала более 8 тысяч человек. Ну, есть вот некоторые такие, как бы, конечно, не к месту, но их как к курьезными и вот такими просто самораскруткой пафос больше ни о чем не приводит. Допустим, такая новость, что землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на 3 метра, заявил итальянский ученый Дальони. Вот как он это определил? Вот самый большой вопрос. Как ему удалось меньше, чем за сутки, буквально, мне кажется, за час после того, как он впервые услышал о том, что произошло землетрясение, как ему удалось это сделать? Расскажите мне, пожалуйста. Вот, но что еще такое есть интересное, что сила землетрясения также затронула и Сирию, Ирак, Израиль, Ливан, то есть большое количество территорий. Вот, сейсмологи называют этим одной из самых мощных на планете за последнее время, но имеется в виду за последние годы. Мы, кстати, сегодня не будет время, а там в течение недели, мы обязательно рассмотрим вопрос истории землетрясения в этом регионе, он очень интересный. Вот, но что самое интересное, вот здесь я говорил, что мы еще будем говорить про космические темы. Здесь затронута тема Луны, понимаете, то есть здесь не только Солнце сыграло роль, но и Луна, и причем это вполне объяснимая роль. Чуть попозже мы об этих феноменах тоже поговорим. Но вот пока что, что пишут официальные источники, сейсмологи называют прошедшее в Турции так, на небе накануне ЧП засияла микролуна, полная Луна, максимально отдалившаяся от Земли. Ведь расстояние между планетой и ее, естественно, спутником регулярно меняется, то увеличивается, то уменьшается. Ну, а дальше здесь, по мнению сейсмологов Вашингтона и Университета, именно она влияет больше всего, служит своеобразным приводом. Вы знаете, тут не дело в приводе или в том-то еще, то есть специалисты Вашингтона и Университета, они затронули правильно тему, но, к сожалению, полностью ее раскрыть либо не смогли, либо не захотели. Давайте разбираться, в чем же проблема. А проблема в том, что, понимаете, Луна вращается по вытянутой орбиты вокруг Земли. И это приводит к тому, что скорость движения Луны вокруг нашей планеты постоянно меняется. А вот вращается она вокруг своей оси с постоянной скоростью. И это приводит к тому, что, если посмотреть на Луну, то вызываются такие пошатывания Луны и официальный термин — это «либрация Луны». Так вот, в последние три дня была вот именно эта «либрация» наблюдалась, понимаете, в чем причина, которая, естественно, передалась на литосферу, ну, на нашу планету, потому что наша планета, в общем-то, находится в связке с нашим спутником. И особенно это влияние сильно ощущалось, кстати, и на воду. И вот я сейчас пока не прочитаю комментарий Матвея Кузнецова из Иркутска, но он как раз описал, что на Байкале треснул лед, причем настолько мощно, что там соответствовало магнитуде 4, понимаете, насколько силы были приложены. Вот, то есть лед не выдержал. И вот эти вот землетрясения, которые мы наблюдаем по всей планете, похоже, это тоже с этим связано. Вот именно такое совпадение произошло. Ну, а теперь самый главный вопрос — можно ли было, мы вчера уже разбирали, что да, предвестники были, на самом деле сейсмичность-то была, вот эта патологическая сейсмичность. И даже вот на севере Красного моря вот это вот наблюдалось, опять же, через Израиль проходило, да, вот это вот все необычное на севере Ливана, на Кипре сейсмичность отмечалась, вот мерцающая сейсмичность здесь и на востоке Турции. Ну, и плюс вот этот вот сдвиг сейсмичности из западного Ирана, северо-западного Ирана произошел, где было тоже крупное землетрясение несколько недель назад. Так вот, сейчас исследователям известно очень много предвестников землетрясений. Допустим, определяют определенные газы, когда они выходят на поверхность Земли, потом происходит подъем уровня подземных вод. Вот, понимаете, что еще важно, как раз Луна повлияла на подземные воды. Вот какой факт следует еще учитывать. Плюс изменение магнитного поля, проводимости земной коры, причем происходит нагрев определенных областей поверхности. Все это могут происходить за несколько недель или месяцев до самого землетрясения. Иногда животные чувствуют приближение толчка лучше, чем люди, но какого-то единого показателя по-прежнему нет. И вот сейчас пытаются решить с помощью больших данных, там различные спутниковые системы, там японские, американские, европейские системы. Китай очень активна в этом. Но пока каких-то таких четких, определенных успехов нет. Вот, но мне кажется, что здесь надо спросить китайских ученых, потому что они следят за ионосферой. Это точно. И, скорее всего, у них какие-то данные, может быть, и были. Хотя и постфактум, но все равно это может помочь нам в будущем. Так, ну что, давайте перейдем к европейским данным. Ну давайте почитаем комментарии еще. Светлана Светикова пишет, доброго дня, спасибо за обзор, благодарю вас. Алексей Покровский пишет, Алекс, спасибо, всем здравия. И это еще не весь треугольник включился, так можно понимать. Пока только северная его часть, и если южная часть подключится, точно Персидский залив может перекрыться. Больше всего поражает интенсивность такого количества точно никто не ожидал. Да, мы узнаем новые знания, мы получаем новые знания, и это, конечно же, дает нам определенные понимания. Вот, смотрите, как распределяются автошоки. Во-первых, видна четкая связь с Кипром. Обратите внимание, четко видно, да, видно вот сейсмичность по югу, она мелкая, потом вот она растет, проходит здесь все через Сирию, затем вот идет по границе Сирии и Турции, дальше доходит до Адиямана, а здесь, обратите, здесь Малатия, да, провинция, здесь, обратите, происходит резкое изменение, здесь как Т-образные становятся, да, как какой-то вот трилобит или что-то еще с чем-то можно ассоциировать, как топор, топорообразный. А дальше идет вот сюда, продолжается до озера Ванн, да. И вот о чем я говорил, предыдущие землетрясения со стороны Ирана как раз происходили вот в этой провинции, недалеко от озера Ванн. И что сюда сместилась эта энергия, вот самый такой большой вопрос. И причем мы видно, что неоднородно, некоторые ядра как бы стали формироваться, да, видно, вот основное, вот первое было вот здесь вот с Газиантепом рядом, а потом-то, смотрите, уже все идет гораздо севернее, так, ну здесь сейчас до основного землетрясения-то и не дарыться. Вот, 7,5-то было уже совсем в другом месте, то есть, смотрите, это уже расстояние, это не маленькое, это получается как минимум 200 километров, даже больше, вот. И здесь уже характер совсем другой, здесь уже как бы больше по широте, если здесь более меридиональный характер автошоков был, то здесь уже такое, как по широте идет. Плюс, обратите внимание, идет вот сюда 5.0 в сторону западной Турции, там и в районе Мраморного моря, беспокойно, неспокойно, и в районе Южной Болгарии тоже, около Кипра, ну, около Крита, но это так и было, около Крита, в общем-то, но обратите внимание, где стало неспокойнее, это в Центральной Турции и южнее Мраморного моря. Сюда вот это точно энергия распространяется. Плюс, зона раньше, 4,6 на глубине, 22 километра, тоже необычно. Вот обычное его залегание, 3,5 на глубине, 145 километров. А вот это вот, причем целая серия, уже необычно, нетипичная. Плюс, Польша здесь подсоединяется, 3,8. Ну, здесь мелкая активность в Западном Средиземноморье, в Альпах, во Франции, ну, и вот в районе Срединоатлантического хребта. Так что вот эта либрация Луны, походу, она разбалансировала все процессы, которые происходили в Коры. Так, ну, вот здесь вот в районе Непала мелкие землетрясения. Юг Казахстана, 4,6 на глубине, 8 километров. Да, кто-то задавал вопрос, связано ли это с турецким землетрясением. Нет, это отдельная система, 4,4 Казахстану здесь. Здесь все это связано, идет из Таджикистана, северного Афганистана. Вот отсюда, вот здесь вот эти все процессы и Токламакан определяет, и вот сюда, в сторону Алматы, Западного Китая, ну, и юг здесь Казахстана тоже определяется. Зависит от этого. Так, ну что, давайте дальше теперь посмотрим, что у нас интересного на Камчатке. Здесь происходит тоже в районе Курильских оздоров, 5,3 на глубине 10 километров и 4,5 на глубине 42 километра. Степан Мичурин пишет, разлом Сирия, Турция, Новороссийск не заденет. Нет, Новороссийск и Кавказ здесь своя система, здесь происходит пробуждение вулканов, то же самое идет в сторону Сочи. В общем-то, это своя, как бы такая фасетка здесь находится, которая определяет активность в районе Северного Кавказа. Так, Александр Дремов пишет, Алекс, что вы думаете про природу землетрясения? В Википедии написано, что первая причина их сейчас не до конца понятна. Но я нигде не смог найти информацию о каких-либо альтернативных теориях. Ну, почему же? Есть вот, да, вот пишет, шить легко, посмотрите канал Ята, у нее теория, что скапливается газ. Да, это водородная дегазация, допустим, есть такая теория. Потом теория, связанная с ионосферой, изменение потоков ионов в регуляции земной коры. У меня, допустим, собственно, это фасеточная теория, если вы покопаетесь там в начале записи, то там она есть, описано, что и как проходит. И, в общем-то, это смысл в том, что сейсмичность берет начало на большой глубине, а затем поднимается потихонечку к поверхности. И это все происходит в течение определенного периода времени. То есть это не связано с плитами, а это связано больше с движением магмы и глубинными процессами, которые происходят на нашей планете. Так, посланница Небес пишет, в будущем прогнозируется землетрясение, которое, возможно, разрушит Стамбул. Прогнозируют печальные события. Можно же по опыту строительства в Японии строить устойчивые здания. На фото Кахраман Мараш разрушен очень сильно. Благодарю вас за ваш комментарий. Вы знаете, что меня больше всего потрясло, что один и тот же город, и четко видно, что определенные районы разрушены в хлам. То есть там как будто военные действия были, просто в хлам все, ничего нет, ни одного здания не стоит. И рядом стоят районы, которые вообще не пострадают, вообще ничего. То есть прямо четко видно структура улиц и все. Вот это меня больше всего поражает всегда при крупных землетрясениях. То есть разрушение происходит неплотно. То есть это не значит, что вот прямо целиком весь город снесет. Такое тоже бывает раньше в истории было. Видать, это зависит от двух факторов. Первый фактор – это нормы строительства. В разных районах они по-разному внедряются. И второй факт – это распространение волн. То есть зависит от геологии, от пород. В общем-то через разные породы волны оказывают разное влияние. И, соответственно, разрушения тоже разные происходят. Так, Наталья Городецкая пишет. Алик, спасибо за прогнозы. Благодарю вас. Ярослав Баринов пишет. Благодарю вас за обзор. Такой вопрос. Почему механические часы сделаны с помощью… Сделаны с возможностью увеличивать и уменьшать скорость вращения стрелки? От чего зависит, что одни и те же часы несколько лет подряд отстают, затем идут несколько лет вроде нормально, а затем спешат? Получается, изготовители часов не стремились к точной настройке, так как знали, что время нестабильно. Или что-то влияет на механизм часов, например, магнитное поле, или часы идут как прежде, но изменяется внешнее представление времени. Как думаете? Я думаю, что это связано с силами, которые могут оказывать влияние на часы. И, в общем-то, это даже описано в разных условиях. Часы ведут себя по-разному. Вообще, часы – это, конечно, интересная такая тема. Матвей Кузнецов пишет. Вот, бедная Турция. А на Байкале, кстати, вчера произошла становая трещина вдоль берега на несколько десятков километров. Что даже ощущалось в поселках на берегу толчки до 4 баллов. Ледовой удар называется. Вот, про что я и говорил. То есть, вот эта либрация Луны, она привела к нестабильности водных ресурсов. Понимаете? Вот это тоже связано с землетрясениями. И почему именно самые сильные землетрясения, опять же, возникают на границе, где происходит... Вот это бывший залив моря. Это вода, не прямо его видно, что бывший залив моря. Видите, прямо по границе горных систем и залива здесь самые мощные землетрясения. Ну, в общем-то, они и островные дуги, то же самое. Здесь Курилы происходят. Япония, опять же, вот эта островная дуга, да. И почему вот форма именно дуг. Вот здесь вот видно дуга такая прекрасная. Вот, если вы посмотрите, да, вот здесь в Индонезии тоже дуги. Сулавеси дуги. Дугообразные вот эти вот... Вот дуга. Ну, то есть, можно примеров бесконечное количество проводить. И четко видно, что это связано с движением жидкости. Так, вот пишут, у нас гул в поселке от этого был. Это Кертуви пишет. Вот, видите, свидетели говорят. Так, и он находится, проживает в Усть-Баргузине. Так, на севере Бурятии. Обитаю в 90 километрах восточной от севера Муйска. Вот такие вот интересные сообщения от наших подписчиков. Если бы не вы, мы бы никогда не собрали бы все это в такую единую систему. Благодаря вам только это возможно. Сергей Путин пишет. Турция сегодня во всех таблоидах. Тряхануло хорошо, много жертв. Пишет о некотором Френьке Хогер Битце. Якобы он предсказал это землетрясение, как и многие другие. Алекс, вам знаком персонаж? А если да, то что вы можете про него сказать? Нет, не знаком с его творчеством. Если вы можете прислать ссылку на конкретные его данные, буду благодарен. Тут же еще приводит Ольга Шаламова, нумеролога Джулия По. Она уже два года назад говорила, что через Турцию будет проходить разлом до Сибири. И что в Турции будут крупные и разрушительные землетрясения. Семь пишет, чем дальше, тем сильнее землетрясение. Юзер-юзер пишет, жесть людям терпения и сил. Это настоящее горе. Твоя совесть пишет, специалист подчеркнул, что люди уже научились создавать наведенные искусственно созданные землетрясения. Например, вызывать подобный катаклизм можно с помощью сильного обвала. Вы знаете, здесь слишком магнитуды большие. Вы абсолютно правильно говорите, что с помощью обвала, с помощью направленного взрыва можно выводить землетрясения. Но их магнитуда будет в районе четверочки, понимаете. То есть для каких-то локальных целей может быть это использоваться. Но даже если вы взорвете водородную бомбу, у нее эффект будет на 5,5 магнитуда. Все, что выше 6, уже точно здесь человеческое влияние очень ограничено. Так, Алейна Салемес. Вот она проживает в Стамбуле. Слов нет, эмоций нет. Просто земляное месиво. Да, ну, если можете, то надо помочь своей стране. Так, соболезнованная Турция. Да, кстати, там хорошая помощь ожидается. Но она, естественно, нуждается страна в помощи. Туда много специалистов вылетело. И там проблемы, прежде всего, с температурами. Там отрицательная температура. Плюс сюда циклон, этот Барбара идет. И там реально, возможно, сильные разрушения. Так, Мышкина пишет, соболезнованная Турция. Фрада пишет, очень странная сейсмическая активность в мире. Афганистан, Казахстан, Турция, Нью-Йорк, Сирия, Израиль. Что происходит? Мы разобрали конкретно сейчас, возможно, либрации Луны происходят и влияние на Землю. Виталий Вишталюк пишет, спасибо, благодарю вас. Геннадий Удальцов пишет, вот и восьмерка, порядка 900 погибших, тысячи ранних. Ну, восьмерки там не было, но близко. Глеб Егорыч пишет, непонятно, какие прогнозы. Это все или ждать продолжения. Но мы сказали, что, скорее всего, будет продолжение, судя по картине. Земля решила нас стянуть, пишет официальный канал Наталья Предместиной. Кирилл Ромов пишет, что будет в Сочи. Пока что ничего не будет, пока там вторжение зимы кратковременное. Но надо следить за Эльбрусом, Казбеком, за этими вулканами. Так, Ива пишет, а что за карта сейсмическая, она находится в общем доступе, интересуешься? Да, вам ответил Иван Ияс, спасибо большое Ивану. Да, в описании есть все ссылки на материалы. Алекс, Алекс, три восклицательных, так, три больших пальца вверх. Иван Ияс пишет, выражаю соболезнованному турецкому и сирийскому народу, надеюсь, что на разбор завалов приедут спасатели и волонтеры со всего мира. Как это было в Армении в 1988 году. Весело наблюдать за тем, как хайпуются журналисты. Ну, конечно, здесь веселья-то нет особого. А вот помощь, да, помощь нужна. И я думаю, люди приедут и будут всячески помогать. Вот, вчера весь день были заголовки типа «Планету трясет не по-детски». И начинали, в пример, приводить четверки, пятерки, а где-то даже тройки из разных уголков мира. Господа журналисты, вы хоть иногда заглядываете с сейсмокарты, удивитесь, трясет каждый день. Ну, это да, верно. Елена Смирнова пишет, лайк, спасибо большое. Анна Равен пишет, можно ли предсказать это землетрясение в Турции? Говорят, что Сочи трясло, я ничего не почувствовал. Ну, сильной тряски не было в Сочи. Может, какие-то мелкие землетрясения? Сейчас посмотрим. Несивжан Ильясов пишет, соболезную Турцию, терпение людям, очень жаль Казахстан. Благодарю вас. Ну, а мы сейчас давайте перейдем, посмотрим монитор землетрясений. Кстати, согласно монитору, у нас произошло аж 361 землетрясение, магнитуды 2 и выше. И сейчас посмотрим. Ну, монитор тоже не показывает ничего в Сочи. То есть, остальные данные вроде бы как совпадают. Вот, республика Тыва у нас вот здесь 3,5. Да, Монголия 3,0. Вот это отличается. 4,7. Здесь Китай получается на границе с Казахстаном. Южный Казахстан 5,4. Глубина не указана. Остальное, в общем-то, все примерно так же совпадает. Вот здесь у нас пятерочка еще в районе Тонга на глубине 10 километров. Здесь вулкан Курако. Да, 5,5 вот у нас. Давайте посмотрим. Здесь в Индонезии 57 километров. Недалеко от Джакарды, кстати, произошло. Так, ну давайте глянем еще в Америку сейчас быстро. Ну, здесь даже какая-то затишка небольшая. Ну, здесь Тихом океане 5,0 произошло. Ну, хотя вот Латинская Америка здесь тряска продолжается. И умеренная активность в Чили. Ну, а с вами был Алекс, канал Бегерлабжи. Отличного провожения.